Радио Болтком Радио Болтком Радио Болтком Радио Болтком Радио Болтком Хотим просто напомнить всем, что буквально недавно, 6 июня, у нас прошел очень знаменательный день, который каждый год все мы отмечаем и помним, потому что это день рождения Александра Сергеевича Пушкина. И вот потомки Пушкина с нами сегодня. Вы знаете, мы анонсировали эту программу, поставили анонс, и огромный интерес от наших радиослушателей не только из Латвии, но и из Литвы, из Эстонии получили для вас вопросы, из Белоруссии наши коллеги-журналисты из медиаклуба «Формат А3» прислали ваши вопросы. Все передают вам привет. Попытаемся сегодня успеть задать все вопросы. Александр Александрович и Мария Александровна, расскажите, как вы встретили день рождения Пушкина? Вам очень много звонили, мы тоже вам звонили 6 июня, но вы на расхват просто были. Как вы встретили этот день? Кто откликнулся? Ну, вы знаете, я не знаю, если вы знаете, что в Бельгии поставила память Пушкина. И эта память, когда Франк Гульян сделал, и Россия подарила Бельгии, Брюссель на 200 лет Пушкина. И мы каждый год празднуем около памятника День Пушкина. Уже два года, что по Польше, потому что из-за пандемии мы не можем делать, как мы делали раньше. И там все выступали, дети, мы читали по-русски, с Тихи Пушкины, читали по-французски, даже по-французски. Это очень-очень нам приятно и очень интересно. В этом году было очень скромно, потому что, как Мария Александровна говорила, эти пандемии еще были запрещены. В этом году мы собрали около 20 человек, людей, любимых Александрович, и дети могли прочитать поэзию Александра Сергеевича. Это было очень приятно. Погода была неприятная, было холодно, точка неба, но очень было холодно и неприятно. Ну, праздник хорошо прошел, это самое главное. Но памятник стоит на Пушкинской площади, да? Площадь тоже имени Пушкина. То есть вот память о Пушкине, она везде живет. Вот. И, вы знаете, вот мы считаем, что Пушкин – это имя, которое записано в нашем генетическом коде, в коде каждого русского человека, и не только русского человека. Потому что Пушкин – это тот, кто объединяет. Вот мы сейчас из Риги с вами говорим, и национальный любимый поэт Райнис, у него фраза такая есть – Пушкин – это зов примиряющий и объединяющий. То есть вот мы сейчас с вами объединились вокруг этого имени. Мария и Александр Пушкины возглавляют фонд имени Пушкина в Королевстве Бельгия. Вот и журналист из Вильнюса Галина Афанасьева спрашивает, какие вот на сегодня первоочередные задачи вы ставите перед вашим фондом? – Да, наш фонд мы создали в 1999 году, потому что мы подумали, как большая гора, мы не могли иметь детей. И мы думали, что мы можем сделать и оставить после нашей смерти, чтобы Бельгия и Бельгия не заживали Пушкина. И тогда мы создали этот фонд, который первая вещь – мы помогаем детьми, которые болеют или раками, или другие болезни, очень серьезные. И из-за этого мы очень рады, что до сих пор мы каждый год делаем «Галат-вечер», мы делаем у памятника Пушкина. И все, что мы можем сделать из этого депутата Пушкина, мы делаем. – И поездки в Россию тоже. – И очень много поездок по России с нашими друзьями. – Все, они поняли, что Россия, и какая Россия. Потому что всегда критика России, а когда они сами поехали, сами виделись ими глазами, они поняли, что Россия – это не все говорят по телевизору у нас. – Да, потому что… – Это очень важно. – А вы первый раз в Россию попали в начале 90-х. А как за эти годы, на ваш взгляд, изменилась Россия? – Ох, этот день не лёгкий. Первый раз, когда мы были там, мой муж и мяу, и посмотрели, что нужно, наверное, два поколения, пока они станут как в Европе. Ну, когда мы опять поехали в Россию, мы открыли большие глаза, потому что они переглядывали Европу. Все, что они сделали… – Попец, попец. – Да, через попец – это фантастика. – А ваши бельгийские друзья, с которыми вы ездите в Россию, вот какие у них были стереотипы о России, когда вы первый раз их пригласили туда? – Да, ну, вы знаете, как всегда, по телевизу, показывают Россию, что там люди не имеют ничего, что они не могут есть, потому что они не ганят, и все такие вещи. А когда они приехали, переглядят Петербург, и когда они не видели, как живут в Петербурге, они сказали, нет, это не как по телевизу. И они тоже заметили, заметили, что русский народ истоприминный. Они были очень троганы, и всем, всем это очень хорошая реклама до нашего фонда, потому что все, которые с нами ездили, они все говорят, какая Россия, нужно ехать, самим ехать в Россию, чтобы понять, какая Россия. Своими глазами. Это очень важно, что это. – А вот мы говорили про памятник Пушкина, который в 1999 году установлен в Бельгии. В Латвии тоже есть памятник Пушкину, и 6 июня, и также 10 февраля все собираются, поклонники Пушкина собираются, приносят цветы, и мы можем вот просто от вас отнести сегодня тоже цветы. поэту. – Извините, мы видели это, потому что мы были три раза в Риге, и мы пошли посмотреть. Очень красиво. – Памятник, да. – Около… – Да, да, да. – Это маленький путь там, и около Пуда стоит памятник. – Да, да, да. – Нет? – Около городского канала. – Да. – И он в полный рост, и просто можно руку пожать даже Пушкину. – Да, да, да. – Вы знаете, а в мире более 200 памятников поэту. А сколько вы, какие вы видели? Может быть, какой-то из них вам вот наибольше на душу лег? – Ну, я веду в Одессе, у музея Пушкина, который нормально занимается Алла-Мирша, который там директ, я не знаю, если она все там директа. Потом мы веду… – Приму. – Приму. – Потому что мы были в Гурзуке. – В Luxembourg. – Ну, это уже в Luxembourg. А вот из Вильнюса вопрос Александру Александровичу. Несколько лет назад вы приезжали в Литву. Там Пушкинский музей в усадьбе Маркучей. Это усадьба невестки Александра Сергеевича Варвары, жены Григория. Какое впечатление на вас произвела экспозиция и открыли ли вы тогда для себя какие-то неизвестные факты в биографии вашего предка? – Да, ну, это, значит, было имение, приезжало Григория Григорьевича, приезжало Александрова, брата Александра Александровича. У Александра Александровича было четыре детей, был Александр Александрович и был Григорий Александрович. Там жил Григорий Александрович с Маркучей. Я всегда слушал это имение. Мои бабочки и дедушки говорили, что они знали, они были приглашены чуть-чуть раньше войны поехать в это имение. Ну, как война началась, они смогли поехать. Они никогда не были. И мы много лет после смогли поехать и посмотреть это имение. Очень красивые имения, там очень красивые мебели и всё. И мы были очень трудны, как наши там тоже хорошо пленили. Александр Александрович, вот у вас хранится уникальное генеалогическое древо. Да, вот эти большие листы дома, на котором полностью родословное генеалогическое древо, в котором более двух тысяч имён. Начиная там со святых Бориса и Глеба, Всеволода Большой Гнездо, Киевской княгине Ольги, Владимира Мономаха, Александра Невского. А вот получается, что вы Пушкину праправнук, да? То есть вы в пятом колене. В пятом поколении, да? В пятом поколении. Это получается, что через пять рукопожатий мы... Как у нас есть, да? Мы с вами через пять рукопожатий можем коснуться Пушкина. То есть Александр Александрович, он уникален тем, что по Геральдике, по генеалогии, единственный прямой потомок. То есть у Пушкина был сын, потом сын, сын, сын и по мужской линии, поэтому у вас... Александр Сергеевич, Александр Александрович его сын, у сына было много детей, дедушка Николай Александрович, у Александровича сейчас будет один сын, это мой папа, Александр Николаевич и я. Вот. А Мария Александровна еще и потомок Гоголя, да? То есть вот так вот соединились ветви, да? Великие ветви. Она же по-женски генерал. Я знаю, что не потомок Гоголя, потому что Елизавета Гоголя вышла замуж за веков, они имели один сын, и этот сын вышел замуж за Мария Пушкина. Мария Пушкина моя прабабушка. А кто вам помогал это делать родословную генеалогическое древо? Это Пушкинский дом, наверное, да? Или как? Или вы сами делали? Да, да. Они сделали издание, да, да. Сашеньки, да. Для меня я как-то сама искала. Вот вопрос из Сталлина от журналиста Игоря Тетерина, газета КП «Северная Европа». Вы в Таллин тоже приезжали несколько раз и вручали Пушкинскую премию лучшим учителям русского языка. Это в замке Бенкендорфа под Таллином. И тогда в прессе промекнула информация, что у Пушкина есть потомки или родственники в Эстонии. Расскажите о ваших родственных связях с Эстонией. Вы знаете, правильно? Ну, трудно, что объяснить. Я постараюсь вам самое лучшее, легче объяснить. Что из стороны моей мамы. Они бельгийцы. Ее прадедушка бельгийц поехал в Россию, чтобы делать бизнес с деревом. Он был инженер, инженер был. Он вышел замуж за русское. Они имели одного мальчика, это мой дедушка. Он вышел замуж за русское. И они имели четыре детей. Нет, четыре детей, потом три. Они жили в советский... Это период начался, период империи. И продолжалось в советское время. Как они остались бельгийцы, их много не трогали. Они могли еще жить. Когда началось в 1936 году, кажется, когда было убийство Кирова, Сталин сделал большую репрессию. И мой дедушка решил вернуться в Бельгию. Он вернулся в Бельгию. И, значит, сейчас я вернулся в Бельгию. Ну, как он был бельгийцем, и началась война. Он был призем. Его призрали в армию. Его и его сыном. Два были бельгийцы, и они были. Они были в бельгийской армии. Были взяты пленные с немцами. А потом немцы, они попали в советские... Советские, как сказать, на советские... Ну, как... Из-за них... В репрессии попали, да? Советские войска взяли. Они были пленные у немцев, потом стали пленные у советской армии. И, значит, их тогда приказали. Не знаю, сколько лет... Сыровки. Не с Сыровки, но то же самое. И, значит, мой дедушка... Уверен, что больше никогда не вернулся в Бельгию. И он нашел одну женщину, с кем он вышел замуж. И имел одного ребенка. И эта дама тебя тоже живет в Нарве, Нарва. Нарве. Мы ее встречали. Вот это так. История. История. Как интересно. А вы встречались с ней? Да, да, встречались. Эли, по-моему, 4-5 лет назад. Мы часто по телефону говорим, по Skype говорим. Она позвонила на 6 сентября. Наспождаю вам. С вами. Вот, Александр Александрович и Мария Александровна, потомков Пушкина тоже очень много. Непрямых и с разными именами, поскольку, когда девочки рождаются, то уже фамилия другая получается, как правило. И живут они совершенно в разных странах, в огромном количестве стран. То есть и в Эфиопии, и по всей Европе, и в Америке, ну и в России, естественно, да. И даже на Гавайях. То есть... Да. Сестра наша. Это моя сестра. Расскажите, пожалуйста. Я каждый день с ней разговариваю перед Зумом. Екатерина, да? Нет, Елизавета. Елизавета. Елизавета, Елизавета. И внуки тоже есть, да? Да, да, да. Ещё? Она в папу, как кажется, да. Уже... Ей в этом году будет 80 лет. И она вышла замуж, и ей было 16 лет. 16 лет? А как она на Гавайи попала? Даже удивительно. Елизавета, да. И она нашла своего мужа. И когда она вышла замужем, друг мужа стал муж моей второй сестры. Скажите, а потом... Извините, и так он из Гавайи, а он там вернулся с ней. А потомки собираются? Вот часто потомки Пушкина? Были у вас случаи... Очень трудно, потому что они повсюду живут. И в Италии, и в Америке, и во Франции, и повсюду они живут. И за это очень трудно. Только когда музей Пушкина... В Москве? В Москве организовали несколько лет тому назад... Там они приглашали всех потомки из каждой страны. Кто мог приехать, они приглашали. Вот, 100 человек был. Из Германии, из Франции, из Италии, из Америки, из Англии. Вот удивительно, да? Вы знаете, вот еще спрашивают из Белоруссии. Считалось, что с первой половины 20 века потомки Пушкина в Белоруссии не живут. И недавно старшеклассники делали научную работу «Пушкин и Беларусь», потому что в Белоруссии похоронена внучка Пушкина, Наталья Александровна. И оказалось, что там тоже живет молодой человек. Его зовут Никита Вещагин. И зафиксирована эта линия в исследовании «Пушкин в Архангельске». Вот родственная линия. Вопрос такой. Слышали вы о таком человеке? И, ну как, допускаете, что такое возможно? Возможно. Всегда возможно. Вы никогда не слышали. Никогда не слышали. Ни в семье, ни когда мы встречали разных директоров музея Пушкина, они никогда об этом не говорили. Спасибо. А скажите... Всех дней я не могу дать больше информации. Да, да. Скажите, пожалуйста, а вот насколько, скажем, в крови передается вот это благородство пушкинское, лучшие качества какие-то? Да, вот вы нам приводили в пример слова вашего отца, которые, как вы сказали, навсегда запомнили. Папа говорил, нельзя смотреть на людей свысока. Если мы дворяли, то другие ниже нас. Нужно закрыть телефон. Сейчас телефон звонил. Да. Хорошо. Можете пересказать, пожалуйста? Да. Вопрос ваш, пожалуйста. Когда мы были у вас в гостях, вы нам приводили в пример слова вашего отца, который говорил, нельзя смотреть на людей свысока. Никто не может быть ниже нас. И у каждого человека на земле своя роль. Вот это слова вашего отца. Какие качества вы лично цените, особенно в людях? И кому вы руки не подадите, например? Руки не подадите. Только одному человеку. Это не его вина. Это принцип. Это Дантес. Дантес нет, потому что, конечно, он ни при чем в этом. Но что же его преды убил нашего любимого поэта, и я не могу простить это. Простить я не могу. Даже если с него вина. Знаете, у Марии Александровны у меня такая манталитетия. Мы совсем хорошо беседуем. Мы всех людей, как вы говорили, мы всех уважаем. Ну, я не могу. Реакция моя... Эпидем. Да. Они сайтами помочь. Да. Непреодолимо. А вы встречались, да, с ними? С потоками? Никогда. И не встречались. Они же где-то тоже в Бельгии живут или во Франции? Они во Франции, да. Во Франции. Мы ездили, у него есть замок во Франции, и есть тоже на Клабисце в клепку, в клепку Дантеса, где лежит сестра Натали, которая там была жена Дантеса, и там она закончилась... Адзас. Адзас. Суд. Александр Александрович, вы возглавляете общество русских дворян в Бельгии, и есть там у вас еще так... Центр сохранения русского наследия. А сколько в Бельгии проживает русских дворян? Какие там есть знаменитые фамилии? На каком языке они говорят? Как сказать? Это наше поколение, постарше, все говорят по-русски. Есть один или два пожилых людей, как мы, но они были воспитаны по-другому. Они не были воспитаны, как мы, на русском языке, религия, пророссальная. Эти два человека, которые тоже русские дворяне, они католики, и не говорят по-русски. Ну, сколько людей есть, ну, можно сказать, только 50 человек, я думаю, можно собрать. Ну, не все записанные, они все записанные. Какие фамилии знаменитые? Пушкины? Это самый знаменитый. Сарасской? Ну, это в смысле. Сарасской, он не поможет. Да. Висели Белявский, очень умный человек, очень приятный человек. Воронок, Воронок, он имя русский, он дворяне русский, он, ну, не, как раз одни, можно сказать, от русских, потому что он католик, и он не православный, католик, католики русский не говорит. А вы, вы очень многие свои семейные фамильные раритеты отдали в российские музеи. Да. Да? А вот расскажите, что вы передали и куда? В музее Лапасни. Это, как это называется? Лапасня Зачатьевская. Есть такое родовое гнездо Пушкиных. Нет, теперь называется Чехово. Чехово. Город Чехово. И там есть усадьба Лапасни. Езжу мой прадедушка, мой дедушка и мой папа, там жили. И мы, когда были последний раз, мы, конечно, туда поехали, и они сделали огромную ресторацию, очень хорошо сделали, очень красиво, и мы подарили еще мой имени от дедушки и от моего папы. Папа, ему было там 6-7 лет, когда он жил там. и он взял рисунок Лапасни, как он видел глазами ребенка. И мы подарили этот рисунок в музей Лапасни. И мы подарили тоже много других вещей. И вот эти черты тоже были Александра Александровича. Я пытаюсь вам показать, подождите. давайте, давайте. Немножко, вот, вы видите, где Абасни. Это музейник? Это музейник. И сделал на той русской дамы, это сделал в музей Лапасни. А почитать, это не так, что вы видите, не трудно. Потому что тут сожжили портрет Пушкина. Это портрет Пушкина, который был сделан Фаберже. Ну, не Фаберже, сыном Фаберже, Евгений. Евгений. Да. И он подойдет портрет, Александр Сергеевич, очень красивый портрет. Он поделил этому дядушку 30... Это было 100 лет. Да. 100 лет Александра Сергеевича в Париже. Там был большой как там со Сергея Липа. И он сделал большой праздник за день смерти Александра Сергеевича. И наш там был сын Фаберже, Карл, не Аня Кярол Евгений. И он подалил мою мудрение. Поздравляю вам портрет, потому что он очень красивый. Подождите. Покажите. Вот мы у вас в гостях практически, да? Я возьму компьютер, я не знаю, если вы увидите. Это герб. Ой-ля-ля. Это я не знаю. Тут это портрет жены. Это Наталья Гончарова. Да, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Видим. Видите. Видим-видим. Это вот портрет работы Евгения Фаберже. Да. Да. Ну вот смотрите, вы практически, у вас остался портрет и еще немножко. Практически все реликвии пушкинские вы отдали музеям. А почему? Скажите. Как вы решили? Потому что после нас как вы не имеете детей и дети моего брата не интересуются все это. И вы подумали, что лучше стать внузией, чем держать, потому что после нас пропадет. И люди могут увидеть это все уже сейчас. Скажите, вот рядом, прямо недалеко от вашей квартиры, от вашего дома находится русская православная церковь. Даже, может быть, вы в окно ее видите? Вы знаете, мы эта квартира, которая наша, мы ее даем в аренду, потому что как мой муж, он имел инфаркт, плюс у него болезнь, которая нельзя лечить, потому что нет лекарств, ничего, мы переехали для... Да, мы должны были переехать, чтобы не было лестничьи подниматься, потому что мой муж больше не может и подниматься, и спускаться. И до этого теперь у нас маленькие сады, все красиво, там есть много... мы посадили много пещеней, там посадили сиренки, посадили лозы, там все очень красиво будет. мы желаем вам здоровья все. Вы не так давно передали в дар патриарху Кириллу фамильную икону. Какова история этой иконы и почему вы решили ее отдать? Потому что еще раз дети моего брака не интересуются, они даже не были христианами, моя другая сестра, которая на Гавае живет, она ну так себя скажем и ей все это не интересует. А кому дать? Только самое лучшее это в церковь и мы подарили одну икону как вы знаете в в в Риге. Одну подарили в Аликсандре в Риге, да? Что? В Риге? Да. Да? Ой, как? Мы не знали. Да, да. Это в Аликсандре который приглашает два-три раза. И больше привет от нас. Обязательно. Обязательно. Да, да, да. А другой икон подарили патриарх Кириллу. Да. И нас были новые иконы, но мы подарили другие иконы в собор который находится в Брюсселе тоже. Три-четыре иконы. Мы оставили только для нас пять-четыре иконы. И что делать? Одна икона это была моей мамы она была серебро покрыта золотом святая Татьяна. Что я могу сделать? Кому я могу подарить? Потому что продавать я не хочу иконы нельзя продавать я нахожу. такие вещи. И очень жалко для нас что люди теперь не очень вековские. Мария Александровна, а вот в роду Пушкина 16 правителей государств от Виндзоров до Романовых и в том числе современные какие-то королевские фамилии. вы встречались с какими-то из них с потомками? От Романовых? Да, Романовых и Виндзоров. Нет? Романовых потомок нет. Они очень которые сейчас претендуют быть будущим царем России он никакого права не имеет. Это наша идея. Всех русских которые живут во Франции и в Генгии не признают его как потомок Георги. Георги. Нет? Не Георги? Нет, Георги. 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 А мать, если она потом Романова, она непрямая, и от матери сына не передается. По геральдике. По геральдике, да. Не передается только через мужчины, через женщины не передается. А вы являетесь и гражданами России. В 2005 году вы получили гражданство, и вы часто бывали в России. А когда вы приезжаете в Россию, кем вы себя чувствуете? Русскими или иностранцами? Не только в России. И в Бельгии мы чувствуем себя русскими. У нас совсем манталитет разная, чем бельгийский. Мы совсем, когда мы в России, мы у себя. Нам очень приятно быть в России, потому что мы понимаем русский язык, можно говорить со всеми. Я думаю, что наши родители, наши бабушки, дедушки, нас так хорошо воспитали в этой стране, что у нас корни настоящие русские. Я думаю, что Мария Александровна и я любим в общей России, что некоторые россияны сами. Скажите, вот известно, что Пушкин сказал потомкам не писать стихов, да, завещал, и они не пишут. А что общего, какие у вас общие черты с великим поэтом? Вот расскажите, какие-то детали, что вы любите, может быть, так же, как Пушкин? Чем вы похожи? Это нужно больше спросить. Да, Мария Александровна. У него, когда он был помоложе, он был тоже сашенький в волосе, как у Пушкина. А потом они стали... Ну, характер у меня хороший. Характер хороший. Он спешивает... Да-да, это похоже. Вы сказали, что в последнее время много говорят про Россию по телевизору, того, что в действительности не так происходит. А скажите, вот сейчас вот такое время обостряется все, а ваши культурные какие-то взаимосвязи, проекты, вот это не мешает сотрудничеству в культуре? Нет. Потому что люди, наши друзья, знакомые, и все, они, скажи, люди довольны высокой культуры. И они тоже сами понимают, как, что где правда, где неправда. Потому что, как мы говорили... Подождите, звонят тут на улицу. Гости, гости пришли. Нет, это ничего не мешает. Люди приходят каждый год, что мы делали наш галактик, в вечер приходит около 300 человек. Галя, конечно, почти все отбегица. Ну, конечно, похоже, что им не трудно прийти в Путин. Нет, это не мешает нисколько. Сейчас все-таки нам мешает проблема финансов. Потому что здесь два года мы не могли делать галя. Здесь два года мы не сделали поездки в Россию. Это очень, конечно, трудно тебе. А помогать детям нужно помогать все время, все время. Нельзя сказать, что сегодня больше не можем помогать. Это невозможно. Значит, мы продолжаем помогать. Меньше, чем раньше, конечно. Потому что денег меньше. Ну, мы продолжаем помогать. Надеемся, что в будущий год можно будет снова делать галя в вечер и можно снова сделать поездки по России. В этом году у нас, наверное, около 20 человек нас спрашивали сделать поездку снова в Крым. Они были с нами ездить в Крыму. И что, когда было время украинское. Теперь, что оно стало русское, и совсем нормально. Мы подписали петицию, что Крым вернулся в Россию. Это всегда было о России. И мы находим, что-то должно быть... Что-то нормально вернулось в Россию. И, конечно, в Европе говорят, что русские это украинцы и что-то другое. Ну, вкусно говорят. Все равно, люди с дураками умерут дураками. Ну, вот наша программа уже подходит к концу. Мы очень рады, что вы с нами сегодня были. А вот такой вопрос у нас очень популярный. Когда говорят... Ну, шутка, да? Когда говорят, кто виноват? Вы знаете ответ на этот вопрос? Кто виноват? За чего? Кто виноват? Говорят, виноват во всем Пушкин. Ну, это такая шутка, да? Да, 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 да. Да, да, да. Да, 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 да. Это что-нибудь не идет? А, там виноват в Пушкин. Да, да, да. Вот. Мы помним... У меня же виноват. Я еще прыгаю, чтобы виноват. Тоже говорил, да? Хорошо. Надеюсь, что вам понравилось, что было хорошо сделано. Что, в общем, смотрите, будет приятно посмотреть на нас в один раз. Может, вернуться в... Я думаю, что нам будет трудно вернуться в Ригу или куда-нибудь другое, потому что перелегаться мне очень трудно. Ходить я все могу, но подниматься, спускаться это невозможно. Мы вам желаем здоровья. Здоровья, да. Здоровья, сил. Самое главное. И посылаем вам всю нашу любовь. И поздравление с только что прошедшим днем рождения Александра Сергеевича Пушкина и с Международным днем русского языка. Спасибо. 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 Спасибо вам. Всего хорошего вам всем. И сегодня наш большой покон в Владимире Александрову. Обязательно передать. До свидания. До свидания. До свидания. Всего доброго. До новых встреч. До встречи. Радио Болткова.